Приветствую всех дорогие друзья, с вами канал Обзоры Времени и сегодня в нашем обзоре часы Casio Pro Trex номером модели PRT-B54 Это определенно новинка и я спешу ее вам показать поэтому давайте же по-быстрому распаковываем данную коробку и находим наши часы Начнем наш обзор мы как обычно с материалов изготовления данной модели и как вы видите металлических частей здесь практически нет и в самом деле здесь корпус, ремешочек, тренчик и кнопки выполнены у нас из полимера и также безель у нас тоже из полимера, причем он здесь поворотный, чуть позже его подробнее покажу Что касается металлических частей, это у нас бакли и задняя крышка причем задняя крышка у нас прикрыта пластиковой накладкой давайте я вам покажу это поближе вот так это выглядит, как вы видите, что крышка у нас держится на винтах и эти же винты держат у нас и пластиковую накладку При этом сразу же видим, что ремешочек у нас съемный. И скажу заранее, что есть такие модели, где в комплекте идет этот сменный ремешок. В коробке лежат часы с полимерным ремешком, а рядом в коробке лежит еще и тканевый ремешок. В общем, продемонстрирую вам сейчас на фото, чтобы вы могли увидеть, о каком комплекте я говорю, и вы все поймете. Что касается корпуса, то вы видите преобладающий оранжевый цвет. Причем он такой, наверное, немного даже металлик получается. По элементам управления это у нас две кнопки слева, три кнопки справа и кнопка вызова подсветки снизу посередине. Как я сказал, безель у нас поворотный и крутится он в обе стороны. При этом деления у него нет, поэтому щелкать при кручении он не будет. Кручится плавно и бесшумно. Теперь давайте же рассмотрим наш циферблат. И как вы видите, здесь тоже есть преобладание оранжевого цвета, но в своей большей степени здесь у нас, конечно же, темная вставка. Но я предпочтал, что черного, она такая вот, наверное, темно-серого цвета. Что касается самих циферблатов, то вы уверены, что есть общий аналоговый циферблат со стрелками, где есть часовая, минутная и секундная стрелка. И также есть внизу в районе 6 часов у нас графическая ЖК-область. В ней на данный момент отображается день недели, число и месяц. Информация меняется нажатием левой клавиши на барометрический график число и месяц или же на цифровое время. И при этом здесь есть еще и счетчик количество шагов. О нем чуть позже, но информация также выводится. 33 шага у нас на данный момент с этими часами уже, скажем так, пройдено. Также прошу обратить внимание, что у нас от 10 до 2 часов имеется вот такая вот шкала градусов от 0 в обе стороны по 45. Еще попрошу обратить внимание на то, что от 10 до 2 часов у нас имеется над логотипом ProTrack вот такая вот, скажем так, шкала от 0 до 45 в одну и в другую сторону. И если вы помните недавний обзор на GG-B100, то там тоже была такая шкала и она нужна была для навигации. В общем, забегая наперед, скажу, что в этих часах у нас идентичный функционал, поэтому давайте же на него и посмотрим. В первом списке у нас барометр. Отображается график и значение в гектопаскалях. Дальше у нас термометр. 25,1 градус по Цельсию. Следующая это запись данных. Альтиметра. Есть у нас данные об исходе и закате солнца. Секундомер имеется. Таймер. 5 независимых будильников с функцией ежечасного сигнала. И мировое время. Тоже листается правой нижней клавишей и видим, скажем так, обозначение городов и время. И обратно переходим в режим текущего времени. Но и так как это ProTrack, имеется у нас еще и компас. Компас нажимаем на правую верхнюю клавишу и в этом режиме секундная стрелка указывает на север, а в графической же области отображается у нас цифровое обозначение. Также можно поменять на буквенное обозначение в виде, скажем так, латинских букв и обозначений сторон света. Также есть альтиметр. Это уже правая нижняя клавиша. Тоже нажимаем на нее. Видим график набора высоты и значение над уровнем моря в метрах. И вы, думаю, согласитесь с тем, что здесь отличный набор функций. Но это еще не все. Посмотрите, что в смартфоне я скачиваю с Play Market ProTrack Connected. Эти часы у нас связываются со смартфоном через функцию Bluetooth. Да, в этих часах есть Bluetooth. И сейчас давайте же посмотрим, что нам может предложить по функционалу приложение от Casio. Теперь для Casio на рабочем столе можно формировать отдельную папку, потому что у них уже очень много приложений. Это G-Shock Connected, это у нас ProTrack Connected и Casio Watch+. Уже три приложения от них есть. И все нужны для того, чтобы пользоваться их часами. То есть, чтобы сопрягать их со смартфоном. Соглашаемся со всеми пунктами. Разрешаем все, что можно. И, как видите, в этом приложении есть к приключениям доступна только одна модель. Нажимаем на них и, конечно, как обычно, вылезет маленькая инструкция, что делать дальше. Это первый запуск приложения, поэтому, возможно, оно будет немножко подтупливать. Но при этом, как обычно, у нас вылезет инструкция. Что делаем? Нажимаем и держим две секунды. Прозвучал сигнал на часах. И нажимаем на смартфоне зарегистрировать часы в программе. Connected обычно происходит достаточно быстро. Но, опять же, так как это первое приключение, то больше данных у нас считывается и передается. Сейчас часы должны перевестись на мое время. Это 19.39, как вы видите, у меня на смартфоне. И тут, как вы видите, есть уже маленькие фишечки. Запись высот и пройденного маршрута у нас здесь есть. Дальше. Отображение курса и расстояние до зарегистрированного местоположения на часах. И запись количества сожженных калорий на основании подсчета числа шагов и подъемов спусков. И также тут можно заполнить свой профиль. В каких единицах измерений мы хотим верить информацию. И, как я уже сказал, данные о себе. Рост, вес, год рождения и цель шагов в день. И пол, конечно же. Я пока ничего менять не буду. Я все оставлю по умолчанию, чтобы просто посмотреть. И тут еще есть какая-то маленькая напоминалка. Давайте просто я приближу. Не буду застрять на этом внимании. Сделаю паузу, вы прочитаете. Кто не понял, что здесь написано, то я по-простому объясню. Любые действия с часами, касающиеся сопряжения через смартфон, они, скажем так, будут тратить заряд нашего смартфона, потому что приложение, в принципе, будет всегда считывать ваше местоположение. А если считывается ваше местоположение, то значит, у нас включена GPS. И он, как вы знаете, тратит батарею намного сильнее. Поэтому, если вам не надо вот этого всей сводки по активности, по вашему местоположению и так далее, то просто не пользуйтесь этой функцией, если в этом нет надобности. Ну, а если вы считаете, что ваш смартфон доживет, скажем так, до вечера, и у вас есть, скажем так, остаточный заряд, за который вы не переживаете, то вы можете пользоваться часами и приложением по полной. Итак, что мы видим на главном экране приложения? Во-первых, конечно, мы видим сами часы и якобы режим текущего времени, в реальном времени на экране смартфона. Также здесь есть информация о нашей активности. Здесь будут, скажем так, воспроизводиться все наши прошлые и пройденные маршруты. И информация о них, высота, температура, в общем, все, что можно считать, используя часы. Дальше есть у нас настройки. И смотрите, что здесь есть. Установка коррекции высоты. Это автокоррекция или ручная коррекция. То есть, в принципе, мы можем здесь корректировать у нас альтиметр. Также у нас есть пометка, что здесь у нас можно начать лог, нажав на правую нижнюю клавишу полсекунды. Это означает, что нажимая на эту клавишу, начинается у нас запись информации о вашем маршруте. И, как я уже сказал, будет записываться высота, температура, долгота, широта, в общем, все, что угодно, на что способны данные часы. Следующая вкладочка – это у нас степ-трекер, а именно счетчик шагов. Как видите, 33 шага, 1255 килокалорий. И здесь есть сфотка. Также можно смотреть, скажем так, на календарь, и мы будем видеть всю сфотку по дням, то есть, расписанную по месяцам. То есть, скажем так, это приложение будет запоминать все ваши пройденные шаги и подсчитывать ваши пройденные килокалории. Дальше нажимаем, следующая вкладка – это мировое время. В принципе, я думаю, вы должны быть знакомы, как это все работает. Выбираем город, находим его здесь на карте, либо нажимаем поиск. В общем, что хочешь, здесь можно делать. И нажимаем отправить настройку в часы. На часах остается режим текущего времени, но когда мы заходим во вкладку «Мировое время», первым стоит именно тот город, который мы выбрали. Также можно быстро поменять города, то есть, нажимаем на стрелочки, и тогда у нас поменяется мое минское время с акрой. То есть, произойдет такой вот свап. Дальше нажимаем на вкладочку «Утилиты» и видим, что здесь установка будильников, ежечасного сигнала и таймера. И на этом вкладочки у нас закончились, но функционал приложения не заканчивается. Итак, давайте же посмотрим, что у нас прячется в шестеренке, а именно в настройке именно самих часов. Есть инструкция «Отображение карты перемещений» и «Настройка искателя телефонов». Это классная функция, я ее всегда рекламирую и советую вам ей пользоваться, потому что она действительно практичная. Выставлю громкость просто побольше, чтобы потом продемонстрировать. И также можно выбирать мелодию. Мелодию выбираем из трех предложенных, либо нажимаем на кнопку «Музыка» и выбираем из того, что у нас есть на смартфоне, а именно любую мелодию. Настройка профиля мы знаем. Настройки единицы измерения мы видели в начале. «Настройка режима». Давайте посмотрим, что это. Итак, это очень интересный пункт, который позволяет нам убирать ненужные пункты меню из часов. То есть, если вы не пользуетесь запись данных альтиметра, мы можем полностью его убрать, и в списке функций этого уже не будет. Не будет мешать, и мы сможем быстрее добираться до уже необходимых нам функций. И также во вкладке «Дисплей» можно тоже убрать некоторые данные. Смотрите, как я уже говорил, на левую верхнюю клавишу в режиме текущего времени можно выбирать либо день недели, либо барометрический график, либо цифровое время. И вот, в принципе, все эти пункты у нас сейчас включены. И также, как мы видим, можем добавлять восход, закат, мировое время, график барометрического давления и еще несколько пунктов. В общем, здесь тоже есть, скажем так, особенность, где мы можем все это дело корректировать и настраивать под себя. Мне кажется, это очень удобно. Идем дальше. Настройки индикации часов. Здесь, в принципе, как обычно, либо 12, либо 24 часа. Режим барометрического давления. Это разность давлений, то есть у нас будет график отображаться именно, когда у нас происходит изменение давления, либо же посекундно. И режим высоты. Здесь тоже плюс-минус 100, либо плюс-минус 1000 изменений. Также идем дальше. Звук срабатывания. Это будет ли у нас звук от нажатия на клавиши. Время проключения к этой программе. Это через какое время часы будут разъединять сопряжение между спортфоном и часами, дабы избежать лишней траты зарядки батареи. Настройка подсветки. Я обычно выставляю 3 секунды, чтобы вам лучше показать, чтобы вы это лучше заметили. И также можно выставлять автоподсветку, когда вы руку поднимаете и подсветка автоматически срабатывает. Коррекция высоты. Этот пункт мы видели. Интервалы измерения высоты. Тоже здесь можно менять 2 минуты, либо 5 секунд. Установка курса. Тоже есть автокоррекция. Можно включить, либо выключить. Метод подсчета калорий. Ну, тут вы видите. Использовать данные о давлении воздуха для подсчета калорий. Пусть будет. Я думаю, так будет точнее. Настройка домашних положений стрелок, если вдруг у вас разнится цифровое время и стрелки. И настройка летнего времени. И вот уже на этом, скажем так, функционал данного приложения заканчивается. Теперь давайте покажу вам функцию поиска телефона. Очень удобная функция. Я всегда моделирую такую ситуацию. Вы потеряли свой смартфон где-то в квартире, и вам надо спешить, и вы не можете куда-то успеть, потому что вы ищете его. И у вас на руках есть эти замечательные часы. Нажимаем на правую среднюю клавишу и держим, пока не появится надпись Find и не пропищит звуковой сигнал. После этого ждем несколько секунд, пока часы соединятся со смартфоном. И мы слышим, как телефон начинает играть ту мелодию, которую мы выбрали через приложение. Таким образом мы находим наш смартфон благодаря часам. Но все это должно происходить в зоне действия Bluetooth. То есть я думаю, не больше 15 метров, если мы говорим про квартиру и стены, которые в ней есть. Если бы это было какое-то поле, то я думаю, в районе метров 30 этот сигнал тоже смог бы работать. А теперь еще одна ситуация, и тоже давайте попробуем ее смоделировать. Можем представить, что, например, часовая стрелка у нас в районе 7 часов, а минутная в районе 6, и она бы перекрывала наш графический циферблат. Но есть у нас функция отвода стрелок, и в таком режиме мы можем пользоваться компасом, и мы видим, что никакие стрелки нам уже не мешают. Можем поменять, как я говорил, буквенное обозначение на цифровое, и дальше пользоваться компасом. И вся информация видна, и пользоваться становится намного удобнее. Есть еще одна функция, которая позволяет нам запоминать где-то точку на местности, и потом возвращаться к ней благодаря часам. О ней я говорил, когда снимал обзор на GG-B100, и даже делал выход, скажем так, в полевые условия, где демонстрировал вам эту функцию. Поэтому на данный момент я просто оставлю, скажем так, подсказку вот здесь вот в правом верхнем углу, и там вы сможете увидеть, как это все работает. Но, честно говоря, как это реализовано в данных моделях, мне это не очень нравится, и я думаю, это стоит вам, скажем так, посмотреть и решить самим. Потому что функция достаточно сомнительная, и я объясню почему. Она, скажем так, работает только через смартфон. То есть, если смартфона нету, то работать это не будет. Ну, получается, что если смартфон у вас под рукой, то проще включить обычную карту и дойти до любой точки именно по карте на смартфоне. Поэтому, если интересно, посмотрите и сделайте какой-то вывод. Напишите в комментариях, мне будет интересно почитать, что вы думаете на этот счет. Как вы видите, на стрелках есть светонакопительное покрытие. Оно хорошее, оно достаточно хорошо нанесено, и стрелки видно отчетливо. При этом, как вы видите, у стрелок есть такие наконечники острые, которые более точно могут сориентировать их положение. Но при этом, помимо вот этого всего, есть у нас просто отличная подсветка, которая высвечивает нашу графическую область, и наш аналоговый циферблат. Через камеру это не так хорошо передается, но если смотреть ни на камеру, ни в экран, то, в принципе, абсолютно все у нас индикаторы видны. В общем, подсветка хорошая, достаточно информативная, и даже если у вас не видно, скажем так, стрелок, то можно переключить всегда на цифровое время, и в графической ЖК-области все это посмотреть. Теперь давайте поговорим о размерах. Высота данной модели по корпусу 57,5, ширина 51, и толщина около 16 мм. И вес у них всего 64 грамма. Я считаю, что для часов с таким функционалом это действительно немного, и смотрятся часы достаточно хорошо. Обхват моего запястья 18 см, поэтому вы можете, скажем так, спроецировать их размер на свою руку, если она больше, либо меньше. Но если говорить именно про то, как я думаю, как эти часы сидят на моей руке, то, наверное, они немного великоваты для моего запястья. Но я уже привык к такому, что хорошие часы мне всегда велики. Поэтому ношу не менее хорошие часы DW5600. Еще, помимо всего прочего, у этой модели 10-барровая водонепроницаемость. В принципе, как у многих ProTrek, потому что, ну, в основном все ProTrek идут с такой водонепроницаемостью. И с ней вы можете не просто там попадать под дождь, мыться, но даже и плавать, но уже нырять с этими часами не рекомендуется. И вроде бы все хорошо, и функционал хороший, и смотрится модель очень свежо, и материалы изготовления здесь неплохие. Но есть один реально весомый минус. Это то, что здесь нет солнечного питания. Эта моделька, как заявляет производитель, работает от одной батарейки до двух лет. И я считаю, что для ProTrek это немного маловато, потому что часы действительно функциональными. Ими хочется пользоваться. Здесь хороший набор функций, но всего лишь аккумулятор на два года. Не знаю, время покажет, потому что часы достаточно новые, и будет интересно посчитать отзывы уже спустя несколько лет, сколько же все-таки на самом деле прожила данная моделька на одном аккумуляторе. Но если вас зацепила эта моделька, и вы не против проверить ее на прочность, то вы знаете, где купить ее по хорошей цене. Переходите по ссылке в описании под видео на наш сайт и выбирайте себе любые часы по хорошей цене. И также на экране вы сейчас видите промокод для получения дополнительной скидки. Мы продаем только оригинальные часы с полным комплектом, гарантией и доставкой по всей России. И давайте сейчас я отрядышком покажу, какие еще цветовые решения есть у нас в магазине по этой модельке, и может быть вам понравится что-нибудь еще. Ну, а кому понравился данный обзор, то, конечно же, поставьте лайк и подпишитесь на канал, чтобы не пропустить следующий обзор на отличные часы от Casio. Спасибо вам большое, друзья, за внимание. До новых встреч! Субтитры сделал DimaTorzok